всем привет добро пожаловать на канал в тнт м с вами всегда я владимир тишевский и в моих руках meizu x8 этот смартфончик мне прислал антон григорьев спасибо ему большое за это подписывайтесь на его канал у него уже есть обзор на данный девайс у меня также был как бы два видео было это распаковки вот с этой коробочки я анбоксил и также 24 часа в котором я рассказывал вам первые свои впечатления о девайсе и скажу что они были положительными теперь уже спустя неделю могу рассказать вам чуть чуть поподробнее про сам девайс что узнал что как работает и так далее прежде всего хочу отметить то что здесь стоит китайская прошивка а версии которая к сожалению не имела магазина и нужно было его до устанавливать самому частью это сделать было не тяжело я скачал магазин установил все работает но нет русского языка пока что и если вдруг что слетят сервисы то есть это без проблем она слетает и как бы тогда уже начинается проблем то есть слетает без проблем а начинаются проблемы но есть такой нюанс то что как только начнутся мировые продажи то прилетит или глобальная прошивка или нужно вручную будет ее установить да такой вот как бы нюанс сразу хочу сказать внешне аппарат мне понравился то есть он простой строгий такой аскетичный и но не может меня не радовать потому что во первых он приятно держит лежит в руке у него хороший экран же здесь 6 15 дюймов экран также прикольный тип челки то есть она немножечко поменьше хотя особой функциональности она не несет но тем не менее остался разъем для наушников у этого смартфона что тоже приятно также тайп си что не менее приятно вот бы еще и на все сюда и вообще я бы вот захотел бы этот телефон иметь своем личном пользовании да но к сожалению такого нет что касается железа то здесь все вполне себе приемлемо так как тут стоит свеженький новенький чип от qualcomm это stepdragon 710 который достаточно производительный и выдает неплохие результаты в том же самом antutu также у аппарата 6 гигабайт оперативной памяти а это тоже не на шуточку хорошо очень даже постоянной памяти аппарата 64 гигабайта но есть как бы такой небольшой нюанс расширить карту памяти здесь нельзя здесь только две наносим карты вот такая вот лабу день так что касается еще других тестов то я провел еще и андром бенч тест и другие давайте посмотрим на скриншоты по гиг бенчу то мы видим 1816 и 5 720 сингл кор себя хорошо показал особенно в сравнении с а пока один который работает на процессоре snapdragon 660 и вот мультикоре в принципе не так уж и чувствуется производительность что касается памяти то здесь она достаточно быстро это 300 мегабайт на чтение и 208 мегабайт на запись это по моему очень даже неплохо а давайте посмотрим как в о пока один тут у меня тоже были где-то скриншоте к примеру тот же самый о пока один имеет немножечко поскромнее результаты в плане но не так уж критично слабые то есть тоже неплохо но все-таки у meizu как вы видите лучше также могу отметить прикольную кнопочку эту вот хотя мне все-таки нравится больше стандартные навигационные клавиши три штуки но эта кнопка тоже такая вот который можно привыкнуть зажатием мы возвращаемся полностью в меню а когда притрагиваемся то происходит процесс возврата кстати вибрация у смартфона достаточно приятное буквально недавно я открывал asus Zenfone m1 и вы знаете там вибрация такая вот как у аппаратов еще лет пять назад было здесь все достаточно приятно качественно хорошо сделано что касается камеры то основной модуль здесь на 12 мегапикселей дополнительный модуль на 5 мегапикселей фронтальная камера на 20 мегапикселей от sony mx 376 основной модуль кстати sony mx 362 я сделал огромное ну или в принципе достаточно большое количество фотографий вот как по моим меркам ведь я тут нафоткал и в том числе и вечернее время в том числе и с двухкратными трехкратным зумом так как здесь когда ты запускаешь камеру можно сделать двухкратный зум и трехкратный зум вот даже такое есть здесь давайте мы сейчас вот так вот трехкратный зум вот так вот двухкратный зум и вот так чисто обычная фигурка без какого-либо зумирования и так мы видим насколько далеко и насколько близко все как полагается что касается качество снимков то они действительно на хорошем уровне детализация высокая сочность яркость но опять же в сравнении с ми 8 light ну так себе хотя в принципе достаточно неплохо себя показал вообще в качестве фотоаппарата мы из всегда меня радовали и я говорил об этом мы из 16 и многих других видео здесь также есть некоторый ряд функций но что хочу сказать прежде всего это возможность записи видео 4к на основную камеру такая возможность есть ну и что касается качество именно записи видео full hd вот то вы можете посмотреть видео у меня на канале есть вот но я записал тут еще на фронтальную камеру записывал поэтому вы сможете посмотреть и оценить оценивать а 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 как его по find k1 я как раз тут нахожусь в таком вот месте и можете заценить камеру качество блин вроде как неплохо хотя немножко розовит ладно на компе посмотрим как там в целом я скажу что камерой данного девайса я действительно доволен он вполне себе годный как фотокамера ну по видео такие как бы нюансы есть вот все-таки качество хотелось бы получше но по фото прям вот то что нужно итак подведем итоги минусы данного девайса прежде всего это отсутствие глобальной прошивки на данный момент но это поправимо также отсутствие nfc это непоправимо и к сожалению здесь его нет а все остальное вполне себе годнота получается так что и софт работает достаточно быстро шустро и игры тянет за счет мощного процессора да и вообще сам как бы смартфон работает шустро волком снэндрагон 710 это вам не шутки 6 гиг оперативки вот минусы еще это нет возможности расширить память то есть только 64 гигабайта но насколько я помню есть модификация на 128 ну или же привыкайте пользоваться облачными хранилищами я вот пользуюсь фэкс google диск вполне себе годнота все работает хорошо фэкс вообще шикарный файлообменник однозначно рекомендую это не реклама просто то чем я пользуюсь также могу отметить о том что хорошо идут игры такие как по мобайл world of tanks и injustice 2 их я успел затестить и они действительно идут хорошо смартфон не перегревается балансировано работает не тротлит ну по крайней мере я это не заметил то есть вполне себе приемлемый аппарат и для игр и так пора подводить итог конечно же meizu x8 дороже чем сяоми mi8 light и по сути многие люди выберут mi8 light потому что он во первых везде доступен во вторых там уже есть сразу глобальная прошивка и в третьих он немножечко дешевле этот аппарат стоит под 250 даже еще чуть больше 265 долларов это минимальные цены которые есть на сегодняшний день опять же там бывают акции распродажи и где-то 250 его можно выхватить но я думаю что со временем после нового года январь-февраль мы сможем увидеть ценники на данный девайс в районе 200 баксов кстати вот смотрите сколько тут всякой китайщины вы видели да вот в районе 200 баксов мы сможем увидеть цены на данный девайс как-то так поэтому если вы хотели себе проапгрейдить смартфон но у вас еще работает ваш девайс не стоит торопиться подождите когда уже все уляжется когда выйдет глобальная прошивка чтобы продавец вам мог сразу накатить если вдруг вы будете заказывать налички ну и конечно обязательно если вы уже являетесь пользователем данного девайса напишите ваш отзыв о данном смартфоне потому что ну не только я этот смартфон держал в руках это смартфон антона напоминаю вот и он уже сделал обзор и я уже видел другие видео обзорчики уже люди по заказывали получали данные девайсы в целом скажу что ну вполне себе приемлемый вариант вот 200 цена была вообще это был просто класс но опять же есть недостатки это отсутствие на все это отсутствие возможности расширить память но такие вот мелкие но но есть да ну наверное еще конечно бы хотелось бы батарейку сюда побольше здесь 3210 миллиампер но все равно вот аппарат годный на этом я буду заканчивать свои видео спасибо вам большое за то что посмотрели не забывайте поставить лайк подписаться на канал смотреть другие интересные обзоры у меня на канале еще увидимся всем пока до скорых встреч в новых видео а